Дорогие друзья, здравствуйте и добро пожаловать на канал. В эфире с вами Хатабыч и рубрика «Бесплатные обзоры». Сегодня речь пойдет, наверное, о самом узнаваемом бомбардировщике периода Второй мировой войны, о Юнкерсе 87. Это пикирующий бомбардировщик, его облик и звук очень узнаваемый в определенных кругах людей, знающих людей, ну и всех тех, кто как-то более-менее интересуется историей оружия, авиацией в частности. В Инлистед Юнкерс представлен несколькими вариантами, давайте посмотрим на них. Это Юнкерс 87 модификации B2, D3, D5, а также R2. Все Юнкерсы, которые представлены в Инлистед, будут вам доступны на втором боевом рейтинге, кроме модификации D3. Она находится на третьем боевом рейтинге. Но в данном обзоре речь пойдет о модификации B2, это второй боевой рейтинг. В карточке написано, что на этом самолете впервые появилась штанга для вынесения сбрасываемой бомбы за пределы круга вращения винта. И новый бомбодержатель позволял подвешивать бомбу до 1000 кг. Как мы можем видеть, бомбовая нагрузка представлена в виде пяти бомб. Четыре бомбы по 50 кг, одна бомба 250 кг. Ну а также три пулемета. MG15 в количестве одной штуки калибра 7,92. И два пулемета MG17, тоже калибра 7,92. Соответственно, боезапас был 900 и 1000 соответственно. Максимальная скорость этого агрегата составляет практически 420 км в час. Но, скорее всего, эта скорость будет достигаться в пикировании. Максимальная скороподъемность здесь почти 16 метров в секунду. А полный оборот сделает этот пепелац за 17 с небольшим секунд. Позвольте, я вам расскажу небольшую историческую выдержку, факты. Ребят, я поговорю сегодня о бомбардировщике, который навсегда стал символом страха, разрушения и горя. Пикирующий бомбардировщик Юнкерс 87, Ю-87, можно назвать вестником Блицкрига. Так как наибольшую популярность самолет приобрел при вторжении в Польшу 1 сентября 1939 года. И вторжение в Норвегию 1940 года. Там же впервые были выявлены первые недостатки самолета. Малая маневренность, тихоходность и недостаточность вооружения. За нестандартную конструкцию крыла, которую назвали обратная чайка, из-за неубирающегося шасси, советские солдаты назвали штуку лаптежником или лапотником. Главной особенностью бомбардировщика является возможность отвесного пикирования в 90 градусов. А сетка, нанесенная на остекленение фонаря, способствовала правильным действиям пилота. Благодаря воздушному тормозу и особым угловатым формам, самолет при пикировании разгонялся не быстрее 600 км в час. Сохранял достаточную управляемость и пилот мог точно метать бомбы, проведя все необходимые расчеты и даже на глаз. Ведь в момент сброса бомб самолет мог находиться на расстоянии 450 метров от цели. Тогда как советский пикирующий бомбардировщик Пе-2 мог сбрасывать бомбы на высоте не менее 1 км, что сильно ухудшало точность. Юнкерс-87 был оснащен специальным механизмом вывода самолета из отвесного пикирования. Во время пикирования взгляд летчика был прикован к высотному альтиметру, на котором при достижении необходимой высоты, обычно 450 метров, загоралась лампочка. Индикатор. Пилот нажимал кнопку сброса бомб и прибор самостоятельно выводил бомбардировщик из пикирования. При этом человек мог испытывать перегрузку до 6G. Минимальная допустимая высота для сброса бомб 800 метров. При низкой облачности самолет мог осуществлять сброс из горизонтального полета. Отдельного упоминания заслуживают иерихонские трубы. Сирены, действующие от набегающего потока и издающие душераздирающий вопль, навсегда вошедшие в историю и по праву считающимися одним из самых ужасных звуков. Сирена оказывала сильное психологическое воздействие как на противника, так и на самого пилота. Часто случалось так, что пропеллеры, которые раскручивали сирены, пилоты закрепляли с помощью веревки, избавляясь от ужасного звука. А также есть версия о том, что эта сирена была создана для того, чтобы в момент перегрузок, во время пикирования, она будила пилота и тот не терял сознание, либо минимизировать риски потери сознания пилота. Штука является прекрасным самолетом своего времени, позволяла пилотам успешно поражать необходимые цели с ювелирной точностью. Но из-за вышеуказанных проблем самолет мог осуществлять свою деятельность только при полном превосходстве в воздухе. А как мы знаем, это превосходство было утеряно, не оставив ни единого шанса данной тихоходной машине против современных истребителей 1944-1945 годов. Ребята, ну теперь давайте я пересяду в кабину и покажу вам ее изнутри. Ну что, ребята, я в кабине самой первой штуки, которая доступна в ветке исследования за немецкую сторону. Пожалуйста, вот кокпит, вот приборная панель. Я думаю, все это уже давно видели, понятное дело. Вот, кстати, эта сеточка с градусами, с разметкой. Обзоры с кокпита. Ну, на троечку, если честно. Вита второго. От второго бота. От бортстрелка. Ну, ладно, переключимся обратно. Так, никто там сзади-то не летит? Летит, летит, но вроде бы как не к нам летит. Полетели на перезарядочку. 200 км в час. Очень тихоходная машина. Как по истории, так и в игре. Что Unlisted, что War Thunder. Ну, реально. Есть. И уходим на перезарядку. И уходим. Быстро, быстро, быстро. Уходим, 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 уходим. Кстати, в полу есть отверстие технологическое, наверное, для бомбометания с горизонтальной плоскости. Готово. Снова разворот. Не знаю, кто там. Кто у нас там летает? Может пойти поздороваться? Да, кто-то летает. Кто в меня стреляет? Это бортстрелок его стреляет. Не надо было за ним тягаться. Ну, спасибо маленькому. Кто-то не знает. Кто-то не знает. Ну вот, второй бой Следующая карта, тоже московская Я за штурвалом штуки модификации Б2 Пожалуйста Подлетаю к точке Вроде бы мы не имеем превосходства в воздухе И меня сейчас могут забрать Да, ну так и есть Так и есть Там идет бой Возможно Возможно, мне сейчас не поздоровится Возможно А может все будет нормально, кто знает Странный истребитель Почему он выбрал эту цель А не меня Я же намного проще Ладно Не суть Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ребят, извините, но это не B2 Это модификация D5 Это другое Они похожи очень Я, конечно, бы мог это все обыграть В свою пользу Но я буду с вами честен Это другая штука Это другой самолет Видите, здесь Спаренный Спаренный пулемет Я не вырулил Из пикирования И был уничтожен Разбился А воюем мы, кстати, с третьим боевым рейтингом Видите там 34 Четверочка Кто это у нас там летит Такой Бомбардировщик советский, наверное А что если я Попробую Нет, не попробую Ага Потягаюсь с ним Ого Видали Это все тот же Обалдеть Обалдеть Модификация Д5 Более скоростная Реально Она в горизонтальном полете Развивает гораздо Высокую скорость Продолжение следует... Полетела моя штука Полетела Без хвоста И разбилась К херам собачьим Я единственный Из двух пилотов Который выжил Это модификация Б2 Да Вот Вот К херам собачьим Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, ребята, пора подводить итоги этому видео. Самолет Юнкерс 87 модификации. Б-2, в принципе, неплохой. Бомбовая нагрузка для второго боевого рейтинга достойна. Это одна бомба 250 килограмм, остальные 4 по 50. Сброс идет в два этапа. Сначала идет сброс центральной бомбы, которая самая тяжелая. Второй этап это 4 штуки по 50 килограмм. Этого достаточно, чтобы сделать от 4 до 8 фрагов, а может быть забрать еще и какую-нибудь технику. Или какой-нибудь легкий танк первого ранга. Курсовое вооружение здесь слабенькое. Но, тем не менее, этим самолетом можно попугать неопытных пилотов вражеской стороны. Вот, а может быть даже и сбить. Еще из плюсов можно ответить, так это наличие второго бота. Точнее, не второго, а второго бота. Наличие бортстрелка, который будет отпугивать от вас назойливых истребителей. И если даже вам повезет, вы можете его сбить. Что ж, такие дела, ребят, такие дела. Ну, пора прощаться. Я говорю вам до свидания, до новых встреч. Респект всем, кто поставил лайкосик этому видосику. Вообще, кто досмотрел данный ролик до конца, ребята. До свидания, всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok